Привет, зритель! Ролик, скажем так, первый в этом году. Вообще есть то, что я сняла на камеру, но я ещё не смонтировала. И там меня нету, там только я говорю. Короче, как оставить косарь в магазине и не заметить как? В смысле, осознанно оставить косарь в магазине? Я решила сейчас обозреть то, что я тут купила. У меня и в пакете, и в сумке, и в сумке, в сумке. И, может быть, отдельно, наверное, уже обозрю, что мне сегодня подарили. Очень полезный подарок. Так, сначала я, наверное... Тут сумка у меня... В сумке у меня три огромных. Я что-то вот... Ну, не очень мне нравится их магазин, но из всего магазина мне нравится пастила самопальная. И как-то... Что-то, я помню, мне как-то не прониклось, а потом как-то мне доходили руки, а тут я решила, думаю, а что бы не зайти, не купить, посмотрю, что будет. В общем, я не помню, почём она раньше была, может быть, так и была, но 100 рублей палочка. В общем, мне выдали такой вот халявный пакетик. 300 рублей я у них оставила. Это у нас фейхоа. Видимо, у меня вот сегодня подруга была в гостях, и она... Болосина тут у меня всякая. Мы с ней поздравлялись, она на пианино игралась, и она у меня тут это... объяснила, как выглядит и что с ним делают этот самый авокадо. Она поужасалась на мою хурму замороженную и размороженную, ну и что-то мы с ней фейхоа обсуждали. И вот это вот фейхоа. Экологически чистый продукт. Пастила фруктовая из фейхоа. Зеленая фейхоа. Я сейчас это обозрю и пойду себе кушать готовить. Вообще, у меня сегодня пермени по плану, и я подумала, что можно бы роллы сварить, потому что у меня есть все для этого, короче говоря, только рис сварить. Другая пастила киви, фруктовая пастила, экологически чистый продукт. Срок годности до 20 сентября следующего... уже этого года, я уже забыла, что это в следующий год и наступил. И сделана на 20 сентября прошлого уже года. Вот это вот у нас киви. Тоже 100 рублей. Короче, они все по 100 рублей. Большая она там или маленькая. А вот эта я... она без бумажка. Там была какая-то такая интересная. Я увидела похожую. Потом, значит, думаю, может быть, это сливовая. Хотела спросить у продавца, из чего это. И забыла что-то. Вот самая большая, по-моему, она. Она тоже эти самые 100 рублей. В общем, 300 рублей пакетик уже порвался. И у меня тут чек на оплату на 300 рублей. Итак, что тут у меня еще? Я еще купила то, что как бы мне и так есть, потому что доброгие мои сестры добрые задарили мне всякие такие сладкие фигни. Плюс я еще себе каких-то шоколадов купила. Ну, видимо, чего-то в моей жизни не хватает. В общем, я купила еще сгущенку. Первый раз вообще Ашановскую вот такую вижу сгущенку. Она по 47 с чем-то. Но это сгущенное цельное молоко. 8,5 с сахаром 300 грамм молочное лакомство Ашан. Сделанная она у нас 12 декабря уже прошлого года. И буду я делать... У меня там сливки еще одни есть. До 2 февраля и до 1 февраля. Короче, у них на весь январь срок годности еще есть. Они могут целый январь жить. В общем, сделаю я потом себе мороженку. В общем, сливки. Точнее сгущенка. Я купила всю шоколадку. Она там по скидке была. Ну, в общем, 50 рублей за 90 грамм молочное. Сколько тут? 90 вроде грамм было. Да, 90 грамм. Вот такая вот. Чисто потому, что она молочная. Вроде как уже это. И как-то, ну, не знаю. У меня там 2 шоколадки лежат. Я не обозревала. Я только их зафоткала в Инстаграм. Эти новинки России там с какой-то требухой. Одно я почти съела. Одна наполовину. Одна еще целая. И вот это я не помню. Такой я покупала. Или покупала, похоже, темный шоколад с кусочками чернослива. Бабаевский. Сколько тут у нас? 100 грамм. Он тоже что-то был по скидке. У меня где-то даже чек есть. Надо его, наверное, найти. Сама хоть узнаю, что тут. Так получилось, что мне тупо надо было контейнеры пластиковые. Но мы с другой девчонкой собирались погулять. Но что-то все никак. Я уже подумала, что вдруг мы до туда не дойдем. И тут приехала ко мне подруга. Я решила, что ей все равно в тот конец. И как бы по пути. Ну и, в общем, мы с ней на маршрутке доехали. Она пошла по своим делам. А я пошла в магаз. Так. Не поверите, я так дико хочу зевнуть. Ах, все-таки зевнула. Так, чего у нас тут? Где оно тут? Вот сгущенное молоко. 47 рублей без копеек даже. Шоколад бабаевский. 59,90. Где тут еще-то шоколад? Шоколад. А вот шоколад молочный. 49,90. Контейнеры, ради которых я перлась. 10 штук по пол-литра. Они как бы... Вот есть у нас магазин с упаковкой. И тут видишь, что их действительно 10. А непонятно как. И, возможно, плюс-минус меньше. Но и они как-то, мне кажется, лучше. А в магазине с упаковкой они вроде как даже слегка подешевле. Хотя я прикол не поняла. Вот там были контейнеры 5 штук. 750 миллилитров. И они почему-то были дешевле, чем вот эти вот. Ну, как за этот, Аша? Так, 500 миллилитров. 43,40. Вот эти вот. Ой, я все надеваю. Видимо, моя зевота перешла из прошлого года в этот. И контейнеры 250 миллилитров. Тоже 10 штук. Мистерия. Ну, как-то и эти. И они у нас почемкают на рынке. 38,60. Так. Что я еще-то купила? Я все-таки их купила. Так как мне никто не сподобился подарить. Скидки на них нету. Делают это у нас под Ярославлем. Ну, они делают вот это собрание. Не помню фирму, короче. Они делают шоколад для Кантаты, который вот в Ярике я как-то покупала. Вот та самая фирма делает. Как моя тетя сказала, раньше на территории Ирашки было дофига всяких кондитерских шоколадных фабрик. В общем, да, вот оно так и называется. Собрание находится, но в Большесельском районе, село Варигово. Даже как-то я у нее была в гостях и там как раз смотрела какие-то новости. Обычно какие-то новости смотрят. И там вот было про эту фирму. А что ж такое-то? Короче, шоколад у них обычно дофига дорогой и типа дофига натуральный. Вот они 243, что ли, тут 150 грамм. Стоят это шоколадные конфеты, марципан в молочном шоколаде. Марципан тут, в принципе, вменяемый. Марципан в скобочках, сахар, ядро река миндаля тертой, инвертный сироп. Потом молочный шоколад в скобочках, сахар, какао масло, какао тертое, молоко сухое цельное, эмульгатор, соеволицетин, ароматизатор ваниль, ароматизатор миндаль. Не знаю, нахрена вот эти два ароматизатора вообще. А та вполне себе нормально. В общем, я все-таки их себе купила. Я тебе уже говорила, причем кайф, наверное, сейчас уточню. Конфеты марципан, да. А, вот они. Они даже слегка дороже, чем на ценнике. Не знаю, в чем у них там прикол. 253,70. На ценнике стояло 240. Ну вот, Ашан. Вас могут наколоть, скажем так. Так же, как киви я купила. У них киви были по одной цене. Я их взвесила, на ценнике была там одна цена. А они потом решили, что это совершенно другие киви. Ну, хрен с вами, ну, хотите вы это, народа, немножко. Чуть по другой цене продать. Ваше право, в фиг с вами. Так, гарнец, который я обычно только на зоне видела. Тут внезапно увидела. Ну, как гречневая 500 грамм. Я вообще что-то как-то хотела на зоне заказать. Я не думала, что здесь где-то можно найти что-нибудь подобное. Гарнец мира. Оно произведено в России. Вообще оно было на полке для веганов. Я, конечно, нифига не веган, потому что я люблю мясо. И без него мне все-таки местами никак. Мука гречневая, сто процентов. Тут написано, значит, медово-гречневое печенье. В общем, я купила три муки. Там еще всякие, там рисовая была, еще какая-то. Я просто подумала, что если я еще какую-то другую муку куплю, у меня всегда продукты имеют свойство немножко умирать раньше времени. Я про них забываю. В общем, где у нас тут мука? Где гречневая? 62 рубля мука. Ну, примерно столько же может. Может чуть подешевле, чем на зоне. Может, все-таки подороже. Я все-таки купила этот сыр. Он был снова все еще по скидке. Нарезанный сырчик. Так, 300 грамм сыра в нарезке. Орла Натура сливочный. Где тут оно у нас? Сыр, сыр, сыр. 169 рублей 90 копеек. Грубо говоря, 170 рублей 300 грамм в нарезке. Если вы такой сыр любите, и у вас рядом есть Ашана, так или типа того, поднимайте свою жопку и валите туда. Пока он еще там есть. Так. Вот это я себе купил. Тут у нас мука овсяная, тоже 500 грамм. Я, по-моему, толокно вообще хотела. Но я не очень уверена, в общем, не уверена, что овсяная мука и толокно, это вообще разное или как. Тут печенье Анзак из овсяной муки. И тоже рецептик. Ну, в общем, что они не досвояют. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. Овсянка. 61 рубль эта овсяная мука полкило. А еще кукурузная мука. Вообще не помню, на кой хрен я ее хотела. Но, в общем, я ее купила, просто вспомнила, что я ее, видимо, когда-то хотела. Мука кукурузная для выпечки и здорового питания. Массанета 700 грамм. Тут тоже какой-то этот... А, тут блинчики. Нет, тонкие кукурузные оладьи тут у нас есть. Рецептик такой. На другом каком-то где-то тоже что-то было. И где она тут у нас? Мука кукурузная. 61,30. В общем, мука кукурузная. А еще вот эти киви, типа отборные. Я что увидела, такой вот малюсенький киви. Вот такой совсем малюсенький киви. А потом смотрю, еще просто киви, думаю, ну возьму два киви. Малюсенький совсем киви и просто киви. Он в итоге на 17 с чем-то вышел у них. Вот что. В прошлый раз я его видела, но на нем не было цены. Вот сейчас оно есть. 400 грамм. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. 179,90. Короче, 180 рублей за 400 грамм. Я решила и то, и другое взять. Потому что нарезку, в принципе, можно так захавать, да? Он у нас до 25 мая. Тише, не нагрей. К тому же ты муку не ешь. Я надеюсь. А этот у нас до 1 апреля. В общем, нарезку мы и захаваем. В первую очередь. Я как раз думаю, сейчас бутербродик схомячить. Так, все вроде же по ходу дела. В общем, я 2 шоколадки, получается, купила. Такой хрен. Никто не знает. Ну, как бы так, вот путная что-то. Ну, все, в общем, у меня оно вышло на 1044 рубля 51 копейку. Вот как оставить 1300 с хвостиком, ну, вместе вот с этой пастилой в магазине. Ну, тут из еды-то, в принципе, из совсем такой какой-то конкретной еды. По-моему, тут мука и сыр. Ну, еще тиви. В общем, всем спасибо за просмотр. Вот такой у меня обзор еды. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok